И снова здравствуйте, дорогие друзья! Вы в гостях у Вольфи на канале Полная Луна. И мы с вами проходим нашу воришку. Leave Deadly Shadows. Мы с вами остановились на том, что нам нужно было попасть в доки. Мы выяснили у наших знакомых хранителей что у нас есть замечательный вот такой вот секретный проход. Здесь его было видно сразу, как только я вышла вон с той стороны. Я его увидела просто за километр, этот сияющий глиф. Кроме того, если вы помните, Орден Хамилитов дал нам шанс на искупление путем отстрела некоторых жучков. Это оказалось-таки довольно сильной подставой. Всяком случае, я не ожидала, что если я выстрелю в жука, вот это, собственно, он произойдет вот нечто такое. Понимаете, это было как бы настолько неожиданно. Сразу сбегаются стражи, все, в общем-то, в панике. Что происходит, что за взрывы, какие-то теракты. В общем, когда я сделала это посреди улицы, абсолютно как бы без задней мысли, думая, что сейчас просто кусочек репутации себе улучшу. Для меня это было неожиданно. Так, ладно, начнем с того, что я, наверное, сохранюсь. И мы с вами направимся в доки. Я кое-что продала, кое-что купила. Вот. Так что мы в полном боевом облачении, и нам необходимо идти дальше. Так, что-то здесь странное происходит. Так, прервусь-ка. Итак, мы в доках с вами находимся. Я, наверное, сохранюсь сразу же, чтобы начать, как обычно, традиционно, с сейва чистенького на новой локации. И начнем продвигаться. Железные решетки. По которым мы очень громко топочем. Надо учитывать. Карта у нас, как всегда, оставляет желать лучшего. Вот просто... Про карту я вообще здесь стараюсь забыть, потому что Гаррад тот еще художник по этой части. Ну что у нас тут? Зона карантина. Так, это, похоже, как раз-таки проход в Южный квартал. Старый квартал, нет. Обшиблась я. Старый квартал. Так, ладно. Давайте посмотрим... Просто обойдем все по очереди, как всегда. Составим для себя в уме собственную карту. Что здесь где? Так, вот это у нас местный квартал скупщиков, так? Там стражник или не стражник я не вижу. Ну-ка, наведаемся. Здесь мы продаем как раз наше произведение искусства. Картины, шлемы, всякие статуэточки и все такое прочее. Чем мы сейчас займемся? Еще и нарвались на комплименты. Так, ладно. Что это у нас такое? Язычники? Так, я вижу жука, но надо его как-то очень аккуратненько снять. В него еще не вдруг впадешь. Сами видите, что происходит. Ай. Пока пристреляешься... В общем, лучше, конечно, подойти поближе. Потому что это пустая трата стрел. И сразу паника. Оу, 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 оу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Все-таки надо было этот факел потушить, но я пожалела стрел. Так, Глиф какой-то непонятный. Мне кажется, я... Похоже, они сюда не могут заходить. Да, это, конечно, хорошо, но здесь стражники. На-на-на-на-на-на-на-на. Ой! Да отвалишь ты, господи! Отвали! Еще и стражник присосидился. Шоу бы лучше бандитов ловил. А это что такое? Запыхался? Тихо-тихо. Стрел дед под ногами? Вроде бы нет. Вот так-то вот. Что это, интересно, за рогаз? Или бивни? Судя по всему, здесь язычники обретаются. Судя по тому, что они на меня реагируют так же, как стражи, то они на меня тоже в обиде. Не одни хамериты просекли, как бы, кто у них. Добро понатырил. Так, я что-то не доверяю воде. Я не уверена, что Гаррет умеет плавать. И что если я туда не упаду, то я выживу. Так, ладно. По-прежнему Дубинка наш верный соратник и друг. Поэтому надо бы, наверное, все-таки снять этого парнишку и осмотреться. Я уже опять заблудилась, куда я бежала, что я хотела. Статус фракции изменен. Так! Отлично! Если мы еще будем нападать на них, то это еще только хуже сделает. Но я же даже не убила-то его. Веда печаль. Что это у нас такое, интересно? Ни надписи, нигде, ни записочек. Занятное местечко. Ох-ох-ох. Все это будет непросто, если их еще и трогать нельзя при этом. Это просто, ну я не знаю. Забавненько. Что это за место такое? О-о-о! Полезные фонтанчики. Я вечно, как бы, зажимаю зелья. Не знаю, стоит ли мне у них что-то красть, потому что если я только ухудшу себе отношения с ними... Мне кажется, мне станет от этого только хуже. Хотя куда уже хуже, я не знаю, честно говоря. Зачем я сюда пришла, я не знаю. Но меня сюда загнали всякие недотепы стражники. О-о-о-о! Что движение? Да господи, ты ж боже. Тут очень светло. Тяжело тут прятаться. Не знаю, насколько мне будет видно здесь. Здесь вроде нормально. Там какой-то листочек лежит. Исоп, ты должен достать саженец с дерева. Это очень редкое и древнее деревце. Оно поможет нам. Когда ты заберешь саженец, мчись с ним в нашу заброшенную таверну, что в доках. Там есть кусочек земли, над которым я прошептала словечки. Посади там саженец. Пусть он пустит корни и даст силу моему народу. Диана. Новая заметка. Почитаем. Кстати, нам здесь какое-то послание надо еще найти. Осмотреть канализацию. Проникнуть на корабль. Городская стража захватила саженец язычников, которые они хотят посадить в своем убежище. Мол, ты тоже хотят сжечь его. Что можно сделать в таверне. Сейчас ты заодно с хранителями не атакуешь и не делай ничего, чтобы внутрь атаковать тебя. Ясненько. В общем, мы можем, наверное, сделать два дела. Одновременно улучшить себе репутацию и с язычниками, и с хамеритами. Но что-то мне как-то не хочется с ними репутацию улучшать. Кто они в конце концов такие, чтобы я за них тряслась, за их репутацию? Они уже не первый раз меня подставляют, и я, в общем-то, не испытываю никакого желания с ними мириться. Поэтому, наверное, этот саженец мы сожжем. Так, Можжевельник. Наш саженец перехватили местные лютишки с доков. У нас срочно нужен план, как забрать его у стража. Чем быстрее, тем лучше. Диана уже начала освещать для него место. Честно говоря, не знаю. С одной стороны, я, конечно, далека от всех этих... Тем, вроде как, Гринпис там и так далее. Но просто я люблю природу, как бы, и не испытываю никакого желания им мешать, озеленять город. Ну, с одной стороны. С другой стороны, просто сами людишки такие... Отвратительные, что они вечно меня подставляют. То так, то эдак. В общем, так, их методы мне не нравятся, скажем так. Судя по тому, как они на меня реагируют, то все-таки что-то им не нравится. Я бы не против хотя бы добиться такого нейтралитета, чтобы они на меня хотя бы не бросались. Если как-то это было бы можно сделать. Сейчас посмотрим, что здесь было. Гаррет, мои братья говорят, что именно ты украл у нас лапу Джанкила, Джекнелла. Тебя убить мало, но мы знаем, что Виктория поступила бы по-другому. Так сделай же для нас кое-что, взамен мы подарим тебе жизнь. Мы зачаровали твой лук, чтобы ты смог нам помочь. Прежде всего, в этом городе много каменных углов, и мы хотим их озеленить. Ты сразу узнаешь эти углы, так как на них есть зеленые метки. Стреляй в углы маховыми стрелами, из них вырастут волшебные лианы. Во-вторых, поищи в наших владениях кокон и стихий. Формой полумесяцем, размером с человека. Стреляй своими стрелами стихий в них по одной каждого вида в день, и они наполнятся силой. Как только ты совершишь одну из услуг, то и уважение к тебе вырастет в наших глазах. Не трогай нас, язычников, не кради у нас, на-на-на. Это понятно. Если ты будешь делать то, что просят, мы перестанем тебя нападать. Если сделаешь много добра, мы будем щедрыми, ты даже станешь нашим другом. И сможешь ходить по нашим владениям. Выброс тобой, Диана. Ну, в общем-то, замечательно. Вот вам и просто безопасный способ хотя бы даже восстановить нейтралитет. Вот. Ой-ой-ой. Ты хочешь сказать, что-то я сделала? А? И что это было сейчас? Что-то я вообще не понимаю ничего. Он чуть не задохнулся. Судя по всему, из-за моей стрелы. Ладно. Разберемся, я думаю, по ходу. Что за полумесяца я вообще не поняла? Так, это у нас проход обратно. Южный квартал. Тут у нас ничего нет. А тут что? Так, по-моему, как раз мы в канализацию спускаемся. Судя по тому, что мы спустились под квартал. Да. Это место нашей очередной миссии. Я так полагаю, ходила я здесь примерно минут пять-десять, да? Засекаем на полчаса таймер и приступаем к нашей миссии. Так, мы находимся в путь канализации, как я поняла даже. Глубоко. Сохранимся, как всегда. Прочитаем наше задание. Найти ключ-глиф. Украти 40% добычи, один особый предмет. И вернуться. Хорошо бы начать с поиска у хранителя рейфа. Походу, хранитель часто отмечает свой путь глифами. Отлично. Так, вот первая нычка. Вот эти кристаллы с ними, по всей видимости, ничего сделать нельзя. Ни потушить, ни разбить. Вот и первый глиф. Вот по ним-то нам и стоит идти. Кто-то там еще ходит. И опять нас очень хорошо видно. Такие же кристаллики росли. Ой-ой-ой. Вы посмотрите, это такой же ихтиандр, как тот, которого мы выпустили из клепки в самом начале. Нашего прохождения. Похоже, они как раз здесь и живут, в канализации. Мутанты какие-то или что-то типа того. Так. Я думаю, водных стрел мы не жалеть не будем. Чтобы нас тут не поймали ненароком. Ну-то показалось. Так. Да, здесь и так слишком много ярких мест. Поэтому лучше сделать потемнее. Еще один глиф. Мы на верном пути. Там какая-то статуйточка мерцает. Так. Сейчас попробуем обойти. Ал. Нет. Здесь не обойти. Так, вот наш ихтиандр там ходит. Он хоть один? Ой. Он стоит лицом. Оу! Тихо-тихо-тихо-тихо. Я думала, он там один. Их, зараза, не разберешь, пока они не пойдут. То ли он лицом стоит, то ли нет. Надо, наверное, его снять. Потому что я так не смогу забрать эту статуйточку, а мне очень хочется. К тому же, на мой взгляд, этот тянет на особый предмет. Ой, какое ж яркое место. Так, вот отлично. Сейчас он... Ой, какие страхолюдины. Кошмар просто. Ну, чего нет-то? Вот теперь можно и утащить эту статуеточку. Есть такое дело. Но это правда... О, зато здесь есть книжка. Четыре щелчка за гордое существование. Мы куршоки. Самые смелые, самые храбрые, самые умные среди всех существ мира. Ученые, искатели приключений, пользовались большой логосклонностью лесного бога. Пять щелчков для Грулиака, достойнейшего из всех, он же король куршоков. Люди и деревья склонились перед ним, и мы купались в своей славе. Три щелчка за тщеславную гордость. Наши люди возвели высокие замки и построили могущественный флот. Среди всех существ лесного бога к нам он был наиболее милостив. Но этого было мало. И мы захотели жить независимо от всех. Тем временем лесной бог одарил короля по имени Грулиак золотой короной власти. Интересненькое дело. Интересно, до сих пор здесь два щелчка за глупое тщеславие. Грулиак носил корону и знал о ее могуществе. Грулиак красивый, Грулиак сильный, Грулиак могущественный. Он сказал, я могущественней самого лесного бога. Но тем и страшен ли лесного бога. И хоть сильна была его любовь к куршокам, но вдвое сильней была его ярость. Один щелчок за роковую глупость. Лесной бог разверз землю и не смаслал нас в пропасть. Здесь мы будем жить вечно. Без бога и союзников. Без солнца и луны. Без дождя и ветра. Лесной бог вернулся, чтобы отобрать корону свой же подарок. Грулиак смело вступил с ним в схватку и сумел сохранить для нас корону. Однако лишился своей руки. Конец. Так, судя по всему, корона все еще здесь. Да елки-палки. Какая я неловкая. Ладно, неважно. Ой, мама! Что это такое? Мама дорогая. Ой, мама дорогая. Так, не ходи сюда. Так, сохранюсь. Какие-то мутанты, господи. Только не хватало еще крокодилов. Шестиногих. А этого можно оглушить, хоть теоретически. Наша задача найти корону, которую забрали эти куршоки передателя лесного короля. Проверите их тронный зал, может она там. Мы заберем ее себе и возвратим ему, который кормит и поет нас сладким медом, нашему древесному богу. Мы убьем не только куршока, но и любого, кто будет смешать нам шаман кукуруз. Беда! Это точно. Так, я предлагаю все-таки, мне интересно, что там. Что-то ведь там есть. Ой. А, это он заметил, что пропал подсвечник. Сразу насторожился так. Обычно они просто как бы так смотрят. О, здесь что-то стоял. Вау, ты почему развернулся? В общем, странно, он меня сначала не увидел, но потом все-таки почуял. Так, здесь я спрячусь, наверное. Ой, я уже подумала, что промазала. Так. Бумажка. Шаман, я вот что думаю. Пока мы здесь бродили, надо было стащить в них алмазные огни. Я видела их возле сияющих кристаллов, где раньше был театр куршоков, совсем рядом с нашим лагерем. Людишки-торговцы без ума от них. Они обожают блестящие камушки. Тем более, они маленькие и слегка можно отсюда унести. И вняковый стебель. Ха-ха! Еще один приятный бонус к нашей экспедиции. Шаман, я вот что думаю. Ага, та же самая записка. Ага, это верно. Так, куда мы пришли? Ум... Проблема в том, что вот этот большой-большой костер явно помешает нам втихомулку забрать эту штучку. Да, оригинальный замок. Куча денег. Так, ладно. Можно попробовать было бы. Будьте уверены, что это сработает на обоих. А ежели нет? К тому же позиция не очень удобная. Может, они меня просто не заметят? Судя по всему, они на меня вообще не смотрят. Замки похожие. Судя по всему, на этих сантуках вообще одинаковые. Здесь ничего интересного и не было. Интересно, там есть что-то интересное или нет? Здесь я опять каламбурю. Пойди посмотреть. Иначе я не успокоюсь. Вдруг что-то пропустило. Знаете, что у нас есть? Вот. Пробуем. Опа! Ну, не красота ли? Алмазные огни. Так, сохранимся. Судя по всему, кстати, репутация с фракцией не пострадала. Хотя это были явные язычники. Но, видимо, внутри, как бы, в рамках миссии это не учитывается. Так. А, 10. Я уж как-то это... Испугалась, что у меня всего одна хилка. В общем, в арсенале нашего вора... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Я так понимаю, они подслеповаты, эти крыски. Но вот нюхают хорошо. Да-да-да-да-да-да. Листочек. Сообщение шаману кукурузу. Шаман, я хотел, чтобы ты помог мне найти боевой рог. Я потерял его возле их инкубатора. Этот был рог из слоновой кости. С рубинами, с красными рубинами, как кровь наших врагов. Может, твои травы и колдовство могут нам помочь в поисках? Пожалуйста, будь мне помощником, юняк. Согласна. Так, надо его вырубить. Если это возможно вообще. Да, судя по всему, долго прятаться у него за спиной мы не сможем, потому что бомбанально просто... Будем нюханы самым прозаическим образом. Так, я думаю, отнесу его сюда. Здесь уже никто его не застукает. Значит, рог из слоновой кости с рубинами. Там что-то мерцает. Колечко. И все. Я так мучилась из-за какого-то колечка. Так, тут у нас ничего нет интересного. Кубок. Так, 40% добычи мы уже отыскали. Теперь надо... По крайней мере, унести ценные артефакты. Опа. О, там тоже что-то есть. Там тоже что-то есть. Так. Карту мы с вами, конечно, подобрали, но... Так, ну мы вот здесь... Вот это был театр, где мы подобрали алмазные огни. Судя по всему, туман мы тоже видели здесь недалеко. На арене нас, по-моему, еще не было. Значит, тронный зал будет в другой части. Собственно, где корона? Мы сюда пришли не за короной, конечно. Но одно ведь другому не мешает, правда? Главное, не пропустить ничего. Внимательно. Смотреть по сторонам. И по углам. Угу. Тут вот. Больше hope I'm not sticking around long enough to... Как ничего. Так. Вылупляются. То есть это инкубатор у них, что ли? Ага, яйца. Так. Утащим-ка отсюда трюпичник. Все-таки вроде бы как-то это не убийство, считается оглушение, но почему-то реагируют на бесчувственные тела, как на трупы. Так. Тут больше никого нет. Я надеюсь, я обратно вылезти смогу потом. В принципе, подтягиваться он, конечно, умеет. Вы же похожи на камни. Ой, мама. Что там произошло? Ту-ка, ленте. Тихо-тихо. Там слишком светло, чтобы подойти по этому. Берись на камни. А! Я промазала. Хнык. Нет, огненные я не буду на них тратить. Я пока не знаю, где их можно купить, так что... Да и газовый я пока не знаю, где купить. Ну, раз уж промазала мои проблемы. Так, ладно. Оп. Фух. Я думала, я промазала. Повернулся четко, когда я... О, а вон и рог. Отлично. Еще какой-то кинжал. А тут чего? Вроде ничего. Мне-то интересно, что же это за жаровни такие? Что в них горит? Здесь никого нет. Может, какие-то ловушки. Смотрим, она так лежит. Боевой рог язычников. Отлично. Так, ладненько. Пора нам отсюда сматываться. Из того, что я слышала, ценного здесь еще находится, это золотая корона. Алмазный светильник и боевой рог мы уже добыли. Что же касается остальных ценностей, то это не так уж и важно. Необходимый минимум мы собрали. Если бы я играла, допустим, на эксперте, конечно же, мне пришлось бы собирать практически всю добычу. Но так как я не ставлю за цель обобрать все это нитки. Так, ну что он там стоит такой, весь из себя? Я просто хочу поиграть в эту игру. Не хочу заморачиваться. Так. Ой. Да никто не прячется. Что ж ты такой? Надо было, наверное, мхом стрельнуть. Ты уверен? Может, все-таки меня не видел? О, там золотой. Тихо, тихо. Не факт, что он меня не унюхает, конечно, если опять станет на солнце. Ой. Тихо. Вот это больше всего не люблю, когда они переплошенные, лазят, лазят, никак не успокоятся. Время потеряю. Я слышу, стемпси-футцы. Стемпси-футцы. Да. Интересно, зачем он их убил? Просто по глупости. Так, вроде бы успокоился. Сейчас мы его оглашаем, чтобы не мешался, потому что нам все еще этим путем, наверное, возвращаться. Хотя, может быть, и нет. Я видела туман в другом месте. Может, и не придется на него. Какой чуткий. Так, все. Бежали. Опять он переполошился, но тоже не наша проблема. Знаете что? Мы с вами дали Круголя и вылезли как раз ровно там, где мы пришли вообще. Ну, что я могу сказать. Надо бы все-таки вырубить эту крыску. Мимо той или мимо этой нам придется идти однозначно. В какую-либо сторону. На самом деле, я не ощущаю никаких, как бы, проблем с тем, чтобы их убить вообще. Так, что, наверное... Да, ё-моё! Как ты вовремя вечно оборачиваешься. Ладно, короче говоря, не суть важна, если что так вот и пробежим. Я не успеваю просто к нему подкрасться достаточно оперативно. К сожалению. Так, сколько я уже тут прошел? У меня-то от серии осталось всего ничего. Может быть, я и не успею вытащить отсюда реликвию, не знаю. Так, ладно, прервусь-ка. Так, вот мы и прошли дальше. Сохранимся, пожалуй. Центр цитадели. Нам осталось, не знаю, найти корону и, собственно, сам ключ. С одной стороны... Вроде бы не так много. С другой стороны, я уже примерно час снимаю. Скажем так... Ой! Я не уверена, что я так быстро управлюсь, чтобы... Ладно. Давайте хотя бы осмотримся. Такие петолки. Тут какая-то драгоценная петлоэтка. Так, тут мы, по-моему, были, нет? Я что-то не понимаю уже. Были, были. Ой, там что-то интересное. Кстати, что хорошо, когда мы... Не крадемся, а просто подходим. Они замечают наши шаги. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И при этом останавливаются Послушать, что ж не так Можно подкрасть сзади И дарить чем-нибудь тяжелым По кемечку Так, тихонечко Особо сильно не булькаем Подожди, пока он здесь остановится опять Хатя Готово Что у нас тут? Кубок Водяная стрела Это всегда хорошо По-моему, это самый Часто расходовый предмет у меня Ну Ни много, ни мало 60% добычи мы уже собрали так по ходу Просто подбирая все, что косо лежит Ой Там опять кто-то подрался Да что, что будешь делать? Я тут встряла в самые разборки С одной стороны, хорошо С другой стороны, если бы они хотя бы отвлекали А они что, все равно на меня внимание обращаются? Даже больше, чем обычно Ведь они Ой-ой-ой Что там происходит? Если я сейчас подойду Так Сохранится На чистую, наверное Я вот не пойму, он лицом ко мне стоит или спиной? Похоже, все-таки лицо Так, а сетиста делать Ну 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 Может быть ее убить? Ну Ну Как? Единственнее всего Вот так, конечно Потому что к ней не подкрасться Она Переполошена Ее можно было в принципе только обойти Но Меня тут интересует Некая посуда Дорогоценная И не очень Оглушить ее не представлялось возможным Поскольку она на изготовку стояла Так Я видела, где у них там корона Мы туда обязательно попадем Но прежде всего Надо найти, наверное, какой-то обход Потому что парнишка, который там охраняет Стоит прямо лицом ко мне И обойти просто Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ты чего это? Поворачиваешь так неожиданно Мам, дорогая Просто ходит Готово Это у них что-то Местохранилище, наверное Книжка какая-то Что пишут? Считаем до десяти Для короля и короны Груляк, великий пал Лишился руки И носит корону до самой смерти Груляк породил Грустома Который искал дорогу во внешний мир Далее появился Грендерик, великодушный Однажды разделивший В день выступления В день вылупления Мальков корону Между друзьями Они же его и убили И оставили корону себе Закончилось время Королевской крови Королей по крови Пришло время незначительных королей И куршики находились Под гнетом короля Арпета Который породил Арпетолию И она правила до пятидесяти лет Но ничего не знала Король Барамин Принял корону И хотел возродить тягу к знаниям Но потерпел неудачу Перток породил Бергамиса Который породил Грувата Род Грендерика Породившего Формака Который породил Моряка Все носили корону Но не догадывались О ее истинном значении Корону не любила Куршоков Последний королей Тормак Фрамулат Бизит И Мердиак Далее наступила Времена хаоса Корона ждет Пока мы не Вредложим ей Великого короля Пока мы не вспомним Все что забыли И пока у нас есть враги И пока есть другие троны И тогда ученый Куршок по имени Туриш Автор этих строк Закончит этот отчет Ничего полезного Там Мы не обнаружили В этих записях Так Некоторые полезные Сведения Для любителей лора А я вот Не являюсь Такой уж любительницей К сожалению Оу Скелетик Оу Мы нашли ключ Глиф Вот так-то вот Суббота Я столкнулся С куршоками К счастью Я не выдал себя Спрятавшись Прежде чем Охрана куршоков Успела меня заметить Было интересно Наблюдать Как это существо Ревностно Оберегало корону Вероятно золотую Хотя и потускневшую От времени Извиняюсь Опять телефон Ой Я чувствую Эта серия У меня опять будет На час Даже может быть Больше Ладно Шутка с ним Так На чем я остановилась Корону Совсем не то Что я искала Иначе я была бы На пути домой Чтобы отдохнуть И подкрепиться Вторник Я начертала Еще глифы Которые укажут мне Путь домой Когда я найду ключ Пока все идет хорошо Но Почему хранитель Гедуал Отказал мне В экспедиции Почему совет Проголосовал Не проголосовал За Когда я вернусь То хочу получить ответы Но сейчас Мне надо подождать Знаки и карта Не точные Почему мне не вернули Дневник моего Предыдущего путешествия Четверг Я нашел ключ Глиф Но куршики Заметили меня И шли за мной По битам Пока о безопасности Я нашел путь В древнюю библиотеку И запер за собой дверь По-видимому Эти существа Могли когда-то читать Писать Возможно проживание В этих пещерах В течение нескольких Поколений Истощило их Умственные способности Понедельник Час за часом Куршики пытаются Выломать двери Иногда я ловлю себе На мысли Что бы это быстрее случилось Другого выхода нет Почему ключ Настолько важен Я так голоден Если бы я мог Есть и пить глифы Будут ли меня выручать Пока никто не пришел Думаю что меня бросили Они не хотели Чтобы я вернулся Почему им не нужен ключ Чего они боятся Я так устал Однако Что-то как-то Родной орден Меня все больше и больше Разочаровывает Что-то там творится Настолько неладное Что Прямо таки аж Страшно становится По всей видимости Частично орден Коррумпирован И они не хотят Возвращения глифа И вот этой самой таблички На которой Написано Пророчество Что они там Боятся увидеть Может быть Верхушка ордена Вовсю пользуется Этим самым Секретом Долголетия И перерождение Вот уж не знаю Честно говоря Не знаю даже Как теперь туда идти Кому можно верить Ладно Нам необходимо Добыть корону Как это сделать К сожалению Я не понимаю Но видимо Придется его Как-то отвлечь Ну и Что ты там Встал-то Господи Ты боже Иди туда Да Ё-моё Здесь вообще Негде спрятаться Там еще и третий Ладно Спрятаться нам удалось Проблема Как же мне туда Забраться-то Я-то думала Я смогу С наскоку Пробежать просто Но очевидно Это невероятно Так Ну здесь-то Как-то уже Можно пройти Хотя я думаю Все-таки Вот того Придется снять Что Разберемся Ладно Мы прорвались Это главное Теперь надо узнать Он патрулирует Или стоит На замке Как бы нам ее забрать Оттуда Нас не пришибет Не нужно никаких Ритуалов проводить С лапой Ладно Если что Сейвы нам в помощь Как говорится Кто не ошибается Тот не выигрывает Так По всей видимости Они бродят Никто из них на месте Не стоит Если бы я могла Как-то На эту люстру Сбрызнуть Или наоборот Как-то оборвать Может быть Не знаю Посмотрите Честно говоря Я даже не подозреваю Какими методами Можно добыть Ту корону Грубыми так точно Можно Это как-то Непрофессионально Там есть балкончики Вообще Это было бы идеально Если бы найти туда Вход Только Может быть Он О Вау Беда Печаль Я думала Что там Замка нет Ладно Хорошо Как меня не заметили Теоретически Теоретически Можно их аккуратненько Снять Они вертятся О А этот вот Очень удачно Там останавливается Так Пожалуй Я правда Ой Тихонько Подойдем сюда И будем ждать Пока он сюда придет Других вариантов К сожалению У нас нет После того Как мы Вырубим Вот этого Который ходит Тот Который стоит Для нас Не будет проблемой Можно конечно Забить на этот сундук Просто пробраться По балкончикам И стырить корону Но Красиво Конечно Вот только Сундучок Что мне стоит Немножко подождать Здесь Терпеливо Хотя Не самое терпеливое Существо На земле Но все таки Можно подождать Вот Уже идет Решить все быстрее И проще Отлично Так Теперь надо бы Вы бы еще знаете Меня здесь видят или нет Подождем точно Когда она Развернется Спиной Я только надеюсь Мне ничем не шваркнет Когда я попытаюсь Ее взять В общем-то О том Чтобы ее стырить Неприметно Тоже Вполне Можно подумать Поскольку Как бы Ну Подступы Есть Вот этот светильник Ну просто Предназначен Для того Чтобы на него Запрыгнуть И спокойненько Увести Эту корону Ну так Как я хочу Еще сундук Побрать Лучше Вот так Еще кстати Не факт Что мы сможем Ее сейчас Собрать Может быть Будет Высоковат И мне Будет Все равно На верхотуру Лезть Потому что Может быть Что-то Ценное Само По себе На этих Балкончиках Так Ладно Надеюсь Что-то Ценное Было Да Золотишко Так Есть Такое Дело Мне вот Интересно Там что-нибудь Есть Наверху Нет Ладно Давай Попробуем В конце Концов Мне интересно Даже Просто Теоретически Вообще Это возможно Было Или нет Я На самом деле Сомневаюсь Что по этой Штуке Можно пролезть Да Не слишком То Она выглядит Надежно Ой Еще и Брятся Это Так Сильно Так Ладно Вот так Все прозаично И буднично Возможно Возможно Какой-то Проход Был Потаенный Как-то Замаскированный Честно говоря Может быть Все что угодно Но я Этого Не знаю И не узнаю Видимо Уже Никогда Потому что Мы с вами Берем ноги в руки И мотаем Отсюда Потому что Нам уже Здесь делать Нечего Прервусь Так Мы продолжаем Побег Из цитадели Прям Как звучит Вспомни Поищу Как я сюда Пришла И откуда Двигаясь Наобум Чаще всего Оказываешься В тех Самых местах Так А там Есть еще Какой-то Кубок Который Я почему-то Не прибрала К рукам Непорядок Если я уже Увидела Блестяшку Я просто Обязана Ее подобрать Те Которые Я не заметила То и ладно Не жалко А если Видишь Что не можешь Взять Это прям Срабатывает Какая-то Не знаю Хомячковский Инстинкт 90% Добычи Друзья Я бы прошла Эту миссию На эксперте Если бы играла На эксперте Но я себя Не утруждаю Возможно Тот кто проходит Кстати эту игру Во второй раз Тому было бы интересно Именно вот так вот На хардкоре пройти Просто Проверить свои силы Облазить Все Но у меня нет Ни времени Ни желания То есть я хочу Просто сделать Летсплей Так чтобы вам Было интересно Если я буду Лазить вообще По всем щелям То Ну Просто затянется И я не думаю Что это будет Так динамично И интересно Поэтому Я не Не Собралась Я конечно Думала О том Чтобы пройти На высокой сложности Потому что В общем-то Ничего особо сложного Тут и нету Я как бы И по ходу Собираю Нужное количество Добычи Ой Тот самый Слишком Глазастый Мыш Я вот просто думаю Я могу просто так Пройти Мне надо было Туда Да Да ё-моё Я чё-то Как-то вообще Заблудилась Карта Помоги мне Так Так вот Я туда Всё-таки Я правильно шла Не шибко Глазастая здесь Охрана Надеюсь вам всё понравилось Надеюсь всё было понятно Не слишком Сумбурно До встречи До скорого Встретимся